и так приветствую вас дамы и господа и добро пожаловать на вечернюю трансляцию по нире репликанте немножко опоздал извините с кофеем бродил туда-сюда пока думала велико так дресса деда констер 20 день раз ростел икс здрасте зонда доросли полдомин даже суди астро алекс назвать алексей здрасте он иском еще не поздравился друсу дикса арбор дрессу декритер и как как мне текст виркина у тебя дискорд есть дискорд у меня есть а только не не брейден ты и как момент даже прошел игру канал только так как я пригласить человек я уже даже забыл пригласить людей копировать дискорд так прошел груда но тут как бы говорят основных концовки 2 есть концовка есть концовка b это основное у которых как бы считается сюжетными и еще вроде есть концовка cd и е но на них типа нужно гриндить вы образно вот поэтому остальные концовки метро каким будем пройдем только тайбы дальше уже будем посмотреть коп ах нифига тут текста оси большой снарится не колено влучшение я понял ну первые две мы так более-менее перевели нормально ай басилиндропеда прохладные шутки как сам переводил да кое-как да с горем пополам ну что поехали так давайте откуда мне надо выйти чтобы кто-то не произошло не того ну наверное надо выйти и видимо все да все остальное вышел среда выходные близится и это прекрасно барин надо успеть успел власти кстати никаких озово интересных нет пёртвый сезон даже как-то слухов вроде как никаких нету а мне какие-то слухи ходили вроде врача тэн кланк говорили что типа относительно скоро геймплей покажут или чё-то типа этого ну опять же это эксклюзивный ps5 так что он к сожалению мимо нас пройдет ну это вроде как и все погружайте игра О, грузилась. О, боже мой. Первый стенды словно, чаще литературное, когда мне совсем не нравится, как это по-русски звучит. Ну, это как обычно, да. По-русски всегда перевод звучит как-то более криво. Приходится слова будем подбирать по-правильному. Так, нас интересует. Начало с третьей главы, первые мы перевели. С горем пополам. Охерительный перевод. Вы можете посмотреть его вчерашним стримом. Едрит тут, конечно, текста. Это все еще... А, это погоди. Да, все еще первая глава. Погоди. Я не помню, чтобы она настолько длинная была. Рассказывается о том, как они познакомились с бабушкой, как они вместе жили. Обычная жизнь. Тоже рассказывается о том, как она заботилась о бабушке. И замечавшие советские переводы в целом красивые современные хористические аналоги в инвестиционном плане. Ну, есть предположение, что, возможно, это из-за того, что, как бы, раньше язык был... английский язык был более богат. Сейчас они очень сильно ударились в сокращение и в жорганизмы. Прям очень сильно. И к нашему... К очень большому сожалению, я думаю, вообще не учат в школах жорганизмы. Вот. И поэтому, как бы, перевод стал... Ну, как бы, их текст... Ну, их язык оскуднел. Или обеднел. Ну, в принципе, так же, как и наш. Я думаю, любой язык со временем подвигается информацией. Это даже не видно. То есть, они смешиваются, объединяются, проникают в друг друга. Вот. И, соответственно, слова становятся все короче и короче. Потому что зачем говорить длинно, когда можно сказать там одно слово, которое... Если человек в теме, он все поймет. Так. Вот это уже, по-моему, у нас нет. Часть третья, да, у нас идет? Разлучение. Давайте проверим. Кайна прослушивает треску. Так. Кайна прослушивает треску поленьев. Ага. 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 Вот он. Диск. Ага. Ага. Начинаем нечто в тарелке. Да. В течение 10 минут навертело это в дерево. Да. Вот она. Сюда идет. Да ладно. Да. То есть, из-за появления полупрофессионального сленга? Да. Я думаю, да. Хотя, с другой стороны, хрен его знает. Мне сложно судить. То есть, например, английский язык, который в сериалах, он довольно простой. То есть, там без каких-либо словесных оборотов. Есть так называемый высокий английский. То есть, он такой литературный. Как у нас здесь тоже как бы русский, литературно-русский и матерно-русский. То есть, у нас все говорят либо на... Ну, есть еще старославянский. У нас все говорят либо на русском, либо на матерном русском, используя вкрапление литературного, когда хотят чуть-чуть выпендриться. Ну, вот у нас никто не уже давно не говорит по литературному русски. А когда-то все говорили только на нем. Вот. И все как бы упрощается со временем. Ну, вот опять же, всего лишь мысль. Возможно. Тогда я как бы даже... Не то, что возможно. Даже, скорее всего, я и не прав. Так, ну что. За перевод давайте облагодарю Астар Алекса. Потому что он молодец. Да, все остальные нет. Так, как бы мне это сделать, чтобы я видел и текст, и... А вот так, наверное, да? Блин, мне бы это, конечно, поближе. Блин, во втором мониторе чуть дальше висит. Это я немножко слеповатенький встал с годами. К сожалению. Ну, ладно. Не суть. Канье прослушивалась к резку поления в топке и глядела на черное нечто в тарелке. В течение добрых десяти минут она вертела это в деревянную тарелку, игнорируя задачный взгляд бабушки. В конце концов, собрав волю в кулак, она решилась понюхать это. Морезкий горький запах ударил ей в нос, она отвернулась отращением. Бабушка, не могу поверить, что ты хочешь, чтобы я съела жука. Палимость. Слушайте, нормально же слышно, да? Я могу просто микрофон продвинуть и просто сдвинуться. Вторая женщина кинула немного поления в подкотелок и фыркнула. Это не жук, глупая эта девчонка, это ягода. Какого черта буду кормить тебя жуками? Ну, знаешь, это определенно выглядит как жук, сказала Кайна. Я думаю, он пережарен или вроде того, потому что воняет ужасно. С этими словами Кайна зажала нос и сумала ягоду в рот, стараясь жевать как можно меньше. Ну да, это и правда отвратительно. Ах ты, мелкая негодница, рассмеяла старая женщина. Гляди, какая нахалка. Ты провела со мной слишком много времени, это уж точно. Это лет прошло с тех пор, как бабушка спасла Кайну от хулиганов. Как это часто бывает с упрямыми людьми, их отношения были не идеальны, но все равно стабильно разбивались. Обеды, проходившие ранее в угрымом молчании, теперь были преисполнены смехом и перебранками. Кайна не могла припомнить моменты, когда она была счастливее. Годы шли, и Кайна брала на себя все больше и больше забот, ноги бабушки слабели с каждым днем, и она больше не могла делать многие привычные для нее дела. Тут имеется в виду все скорее повседневные дела. И утром бабушка увидела, как Кайна зашнуровывал пален. Ни хрена не вижу, господи, какой же слепоша растал с годами. И этим утром бабушка увидела Кайна, зашнуровывающий свои ботинки после завтрака, состоящего из пережаренной ягоды. Куда это ты идешь? Внезапно спросила бабушка. Кайна уделенно взглянула вверх. Старая женщина редко спрашивала о конкретных деталях. Ну, собиралась проверить деревья Кельма, вдруг они уже созрели. Я думаю, мы могли бы сделать варенье или что-нибудь. Или что-нибудь, да? Ладно. О, и я хочу собрать несколько каменных плит, так что мне нужна тачка. Каменные плиты? Это-то каким чертом? Это-то за каким чертом, да? Кайна уставилась на бабушку, потом обвела дом рукой. И сделанную главным образом из одежды, вировок и мусора, старый дом прогибался, как боксер в последнем раунде. Хорошо. Бабуль, даже подыхающая кошка прогрызет этот дом насквозь. Прогрызет, да? Да, инкает. А, ну да, да. Я собираюсь построить каменную стену, чтобы у нас была хоть какая-то защита. Старая женщина засмеялась беззубой хмылкой. Проклятая девчонка! Если куча воров решится разграбить это место, то пускай приходят. В ней все равно нечего красть. Я не беспокоюсь насчет воров, я беспокоюсь насчет теней. Вчера люди видели одну западнее деревню. Старая женщина наклонила голову и ставилась на внучку. Можно я приближу, да? Да. Ну вот. Ну вот, блин. Я не знаю, почему тебе понадобилось заняться этим именно сегодня. Может, мы позаботимся об этом в другой... Нет, бабуль. Если я не скажу в деревню... к деревьям Кельма, нам будет нечего есть сегодня. И ты это знаешь. Мужчина выражение промелькнула на лице бабушки и на какой-то момент она стала выглядеть, как ребенок, потерявшийся на карнавале. Да, да, сказала она через мгновение. Да, конечно. Ты права. Прости, Кайна. В последнее время мое сознание как будто... Так я, не завершив мысленно, подошла к тумбочке и аккуратно взяла венок из лунных слез из ящика. Со временем лепестки цветов стали удивительно белыми, и Кайна подумала, что сейчас они куда более прекрасны, чем когда она их впервые увидела. Скоро ты станешь настоящей женщиной, сказала бабушка, положив венок на голову девочке. Это значит, меньше болтов вне тенях и строительстве стены и больше разговоров о том, какой прекрасной ты становишься. Раздраженная Кайна подела руку, чтобы снять венок, но увидев выражение лица, я бабушки остановилась. Ты прекрасное чудо, сказала старая женщина. Таких, как ты, на всем белом свете нет. Я так горжусь тобой. Так, ба, хватит, все, хватит этих проклятых комплиментов на сегодня. А, каков язычок, а? Откуда ты этого нахваталась? Да, и правда, откуда? Я тебе покажу, как хамить мне, воскликнула бабушка. Безаптона рванулась, впервые схватив Кайна за уши и начала таскать ее по комнате с безумной хмылкой на лице. Бабушка, закричала Кайна дрожащим голосом, бабушка, хватит, какого черта? Вторая женщина устоялась, на нее моргнула, а потом бедленно убрала свои морщинистые руки. Ой, я, я не понимаю, что происходит. Прости меня, девочка, иногда мое сознание как будто выражение лица бабушки было самым душераздирающим зрелищем, какое она когда-либо видела, подумала Кайна. Слушай, начала она, может, сегодня я смогу посидеть дома? Нет, нет, я не позволю тебе сидеть дома, только чтобы рассматривать за какой-то старой дурой вроде меня. Ты пойдешь, собираешь свои фрукты, свою стену или что еще захочешь, но со мной все будет хорошо и когда ты придешь домой, тебя будет ждать отличный обед из кузнечика. Кайна закатила глаза, поцеловала бабушку в лоб и приготовилась уйти, отчаянно стараясь прогнать ей сердце все сильнее растущее беспокойство. Пускай феотропинка она чувствовала, как бабушка наблюдает за ней, не оборачиваясь, не оборачиваясь, не оборачиваясь, отвердила она про себя, но в конце концов желание оказалось сильнее. Она развернулась на кублоках, чтобы последний раз посмотреть на маленькую, согбиную женщину, стоящую перед развалюхой, с грустным выражением лица. Господи, какой же старая немощная она выглядит, как будто малейший ветер несет ее прямо сейчас. Работа не ладилась, Кайна беспокоилась о бабушке весь день, и она собрала совсем немного фруктов и бездумно кинула их в тачку. И она нашла всего несколько камней, прежде чем потеряла интерес к своему начинанию. В конце готов наступил вечер, и она решила, что на сегодня хватит. Проклиная себя за невнимательность, Кайна толкала почти пустую тачку вниз по тропинке. Она пересекла последний холм и остановилась, как вкопанная. Тачка выпала из ее рук и упала на бок, морщинистые коричневые фрукты покатились с холма вниз. Я взглядом стремился на густое темное облако впереди, и прослев, откуда она поднимается, Кайна почувствовала, как внутри у нее все переворачивается. Нет, о боге, нет! Дом бабушки ярко полыхал, языки пламени как будто пытались дотянуться до самого неба. Бабушка! Бабушка! Кайна побежала быстрее, чем когда-либо в жизни. Она споткнулась о камень, она растянулась на каменистой земле, но тут же вскочила и побежала, не обращая внимания все ближе и ближе, даже начала думать в унисон с бегом. Все очень темно, очень темно, не огонь, не огонь, много дыма. Надо спасти, надо спасти. Она ворвалась во двор и остановилась, ее худшие опасения подтвердились. Дым перемешивался с густой чернильной темнотой и огромной тени. Огромное существо стояло на трех уродливых ногах и балансировало огромным бронированным хвостом. Чешуя, рога и когти хаотично торчали из ее тела, придавая ее виду и вид ящерицы, созданной каким-то безумным богом. Увидев Кайна, она издала рев и ударила хвостом, вызвав маленький ураган во дворе. На какой-то момент Кайна показала, что тень превратила в сплошную мрацающую темноту, как будто ее сознание было не в состоянии воспринять существование такой твари. Она потом донеслась вонь гнилого мяса, экскрементов и ужас суднув и обрел реальность. Твари взревела, но в тот раз Кайне ответила своим собственным криком. «Ну хорошо, ублюдок!» подумала она, когда ее крик эхом отразился от скала. «Останется только один из нас. Поехали!» Я незадачно накинула Кайне взглядом. Потом она начала переводить взгляд с Кайной на дом и обратно, как будто предлагая взглянуть на разрушение, что она произвела с такой радостью. Ужасом, переполняющим ее сердце, Кайне бросила взгляд в сторону дома. Сквозь дым и пламя она разглядела маленькую фигурку, пытающуюся выбраться из руин. «Бабушка!» Услышав звук ее голоса, старая женщина начала чейно размахивать руками. «Она жива!» подумала Кайне. «Жива!» Кайне металлась через двор с горящим... с горящим... а в горящий руином... с горящим... с горящим... руином дом... к горящим руинам дома. Но как только она сделала несколько шагов, тен открыла рот и сдала рыв настолько могучий, что он мог вырвать деревья с корнем. Ударная волна подняла Кайна в воздух, закрутила и швырнула об скалистую землю. Искры кружились перед ее глазами, пока она пыталась сообразить... сообразить, что такое ноги и что еще с ними делать. «Вставай!» 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 «Сейчас же!» Кайна пыталась подняться на ноги, тень шагнула к дому и когтем пригвоздила бабушку к земле. Старая женщина пыталась убрать коготь от живота, но с таким же успехом можно было толкать гору. Она кашлянула, харкая кровью и бессильно упала на землю. Кайна, пошатнувшись, стала и тут же упала, ловя воздух ртом. Ее лодочки горели, одна из них, а может и обе явно были сломаны. Не обращая внимания на кричащую боль, она начала ползти по земле, оставляя след пыли и крови за собой. «Бабуль, держись!» «Еще чуть-чуть!» Лице бабушки посенило, ее глаза закатились. Кайна ползла медленно, так медленно, что ее это бесило. Ей казалось, что с каждой секунды дистанция только увеличивается. Тень бросала взгляд то на одну женщину, то на другую и высунула язык. Края ее гигантского рта исказились. Перерывистые вздохи вырвались откуда-то из глубины ее тела. «Ах, ты ублюдок! Смеешься над нами!» Кайна не понимала, как такое безмозглое существо могло испытывать эмоции. Но не оставалось сомнений, тень радовалась их страданиям. «Ага, я вижу, что ты задумала!» Тень чуть-чуть убрала коготь, достаточно-то бабушка могла дышать. Было ясно, что она оставила ее в живых только, чтобы убить в тот момент, когда Кайна дотронется до нее. «Я убью эту мразь!» Собрав все силы, Кайна встала на ноги. С болезненным хрустом ее правая ступня перекрутилась задом наперед, но она выбросила это из головы и захромала к чудовищу. Вытащив маленький ножичек из мешочка на груди, она прыгнула на лапу пригвоздившую бабушку и воткнула ножик так глубоко, как только могла. «А ну, верни ее! верни ее мне!» кричала она. Таким же успехом можно было пытаться зарезать камень. После нескольких ударов ножик сломался прямо у рукояти. Тень снова рассмеялась, потом подняла хвост и замахнулась им на девушку, вцепившуюся в ее лапу. У Кайны не было ни шанса, хвост ударил ее и отправил в полет прямо в горящие руины дома. Когда она лежала на земле в крови, струившаяся из многочисленных ран, она услышала слабый голос. Кайны! Зрение было затуманено, но она заставила себя сконцентрироваться на звуке. В конце концов, зрение восстановилось достаточно, чтобы увидеть руку бабушки, тянущуюся к ней сквозь дым. «Бабуль!» «Кайна!» «Кайна!» «Ты должна бежать!» «Ты сможешь победить этого!» Кайна схватила руку со всей силы. «Бабушка!» «Давай!» «Мы должны идти!» Старая женщина громко закашлялась, ее рука в липкой крови выскользнула из руки Кайны и бессильную упала на землю. «Бабушка!» «Нет!» «Нет!» «Я сказала!» «Беги!» «Черт тебя дери!» «Ты должна!» «Должна!» «Ты должна!» «Беги!» 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 Кайна моргнула, стараясь почувствовать руки, но она держала всего... почувствовать руки, руку, что она держала все угновение назад. На какой-то момент она вспомнила теплоту, дрожащие пальцы, но потом воспоминание уплыло куда-то в сторону и окончательно исчезло. Воспоминания мелькали перед глазами Кайна одно за другим быстрее и быстрее, пока они не стали бессмысленным калейдоскопом. Кайна закричала. Кромоподобный крик эхом отражался, отскал снова и снова и, похоже, не собирался заканчиваться. Тень двинулась вперед. Черная гнойка полузиорта превращалась в дым по пути к земле. Земля дрожала с каждым шагом твари, приближающейся к жертве. Тело Кайна медленно поднялось, как будто управляемое безумным кукловодом. Ее руки и ноги были изогнуты абсолютно невозможным способом. Ее голова была опасно перекошена в сторону, однако каким-то образом она мудрилась стоять. Она уставилась на тень. Ее глаза загорелись глубоким красным огнем. Товарь, столь самоуверенно до сего момента, замедлил охот, но потом неуверенно отступил назад, пытаясь понять, может ли эта руина человека представлять какую-то опасность. Кайна воспользовалась моментом с безумным хохотом она прыгнула и вонзила остатки ножа в лапу тени. Тень стеркнула Кайны, как муху, и она снова грохнула всю землю. Грудь тяжело вздымалась, опускалась, как будто под огромным весом. Боль отдавала сознание, что-то теплое, густое текло из ее ушей. Это кровь? Думаю, да. Думаю, я умираю от кровопотери. Нет, нет, я не могу, не могу умереть. Бабушка сказала мне жить. И в глубине сознания Кайны что-то сломалось. Звуки, боль, дым и огонь. Все из-за этого уходило, пока не осталось только одно единственное повторение снова и снова. Убить, 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 убить. И в тот момент, когда та искра, что была Кайна, начала дрожать и умирать, она почувствовала, что желание убивать и желание жить слились в одно. В промежутке между дуарми и сердце все увеличивались. Ну, такой вот отрывок. Здравствуйте, Александр. Нисколько, как помню, кстати, переводом все-таки оболочка была. То есть, не руина человека, а оболочка человека. Ну, сейчас почитаем. Я, конечно, нравится, когда читает чей-то перевод, даже свой чей-то перевод, у него просыпается редактор такой, так, а вот здесь можно было лучше так вот и более, более правильно сделать. Это, конечно, поганое свойство, если честно. Какая-то не нравится, как звучит. Ну, да. Не, все равно спасибо. Довольно, довольно качественный перевод. Прям, чуть ли не то, что я помнил из вчера. Рада, прилагательная побольше. То есть, я вчера не все прилагательные перевел, особенно под вечер. Не, ошибки я все уже попустил. То есть, это не проблема. Ну, кстати, их не так уж и много было. Субтитры создавал DimaTorzok А все-таки не руку, а руки. Правильно. Там я что-то там смутил это. Она обе руки впадала. Понятно. Вот здесь тоже подходит. да, тоже подходит. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Это все, что я знаю. Как это было? Как это было? Как это было? Как это было? Я не буду оставить это снова. Умирает в небо. Я видел это. Лучше. Это не лад, а skill of the user. Стрики его! Я-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май-май Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. — Это моя, — подумала она с безумно смешком. — Нахрен его теперь будет в ладоши хлопать? — закричал неожиданно голос из глубины ее сознания. — Наконец-то решила сдохнуть, а? — Ну, ты это заслужила. — И нахрен, Дима? — мысленно ответила она невидимому противнику. — Иди нахрен, пока я не выцерпала твои глаза и не скормила их псам. Голос ее детского ужаса растворился в дому, но на его место пришел другой, новый голос. — Все еще держится, — сказал аптекер, материализуясь, как призрак сердируин. — Я хочу нарисовать тебя. Таким образом ты будешь жить вечно. — Нет, прекрати, я не хочу жить вечно. Я хочу умереть здесь и сейчас. — Понятно, — тихо сказал он. — Ну, если это именно то, чего ты хочешь. — Призрачный продавец исчез, на обгновение вернулся и вернулся, материализовал кусок бумаги и что-то быстро нарисовал. После нескольких секунд он повернул бумажку, Кайна и улыбнулся. Раз уж ты отклонил мое предложение, он нарисовал кое-кого другого. Это была картинка ее бабушки. Прямо как в жизни Кайна открыла бы лород, чтобы поблагодарить его, но картина стала внезапно чернеть посредине. Кайна так и не успела ничего сказать, как десятки многоногих насекомых забегали по картине, разрывая ее острыми клешнями. — Прекрати, нет, не трогайте картину! Кайна протянула единственную оставшуюся руку и беспомощно замахала. Кио удивление, насекомые посыпались картиной на землю и исчезали в маленьких облачках дыма. Успоковавшись, Кайна посмотрела единственным глазом на картину, тут же открыла рот в беззвучном крике. Теперь набросок представляла ее бабушку такой, как она и была сейчас, раздавленной, неузнаваемой ком, не пойми чего. Аптекарадов сна улыбнулся и начал танцевать. — Видишь, видишь? Ха-ха-ха-ха-ха! Вот теперь идеально! Она выглядит прямо как ты! Ха-ха-ха-ха! Я выгляжу так? Господи! Господи, я умру! Я умру! Погружаясь в отчаянное, Кайна опустила голову в грязь и дым о руине ее дома и стала ждать конца, но буквально перед тем, как она окончательно махнула на все рукой, незнакомый голос зашептал ей в ухо. — Может, у тебя есть какое-то желание, солнышко? Голос был яростный и вульгарный одновременно, будто вызванный истинным безумием. Кайна захотелось кричать, когда этот голос как будто начал заползать под ее кожу, но легкие уже отказались повиноваться. — Ну, знаешь, загадать желание, а может, помолишься или типа того, почему бы тебе не встать на коленки и не помолиться всем небесам? — Пожалуйста! — Невидимый мужик на небесах, спаси меня, спаси! Ха-ха-ха-ха! Кайна окончательно пришла в себя и мысленно заорала на тот голос. — Я не загадываю желаний, они никогда не исполняются. Я проклятый, я в рот и должна умереть! Голос взорвался в ушах. — Ха-ха-ха-ха, боги, ты лучше! Кайна взглянула вниз и увидела черное сверкающее нечто, идущее от ее ног. Она захотела стряхнуть это, но единственная оставшаяся рука больше не двигалась. Нечто медленно проползло вокруг ее ступни и начало медленно приближаться к телу. — Так это смерть? Вот так вот она выглядит? Или я просто теряю рассудок? Она чувствовала что-то липкое, ползущее по ней, чувствовала горячую, жгучую боль там, где оно проползло. Но, что бы ни происходило, она все еще была жива. — Ну давай, — сказал госплю, — плюнь на все! Кайна постаралась отключиться от голоса, сконцентрировавшись на боли, но прощелец не позволял ее это сделать. — Ну-ну, не игнорируй меня, солнышко. Ты же готова сдаться, готова умереть. Так отдай его мне! — Отдать... что? — Твое тело! Ну давай, давай! Отдай мне его, отдай! Я так хочу стоять на земле, чувствовать дождь и ветер! Голос замолчал, как будто облизывая губы. А затем продолжил безумной, безграничной радостью. — Я хочу твои руки, чтобы вышибить жизни с чертовых людейщик. Я хочу вырывать их глотки, купаться в их крови, прямо как раньше! Вот ветка и она повернула голову и сблевала. Иплута Блевотина потекла по телу и перемешалась с более вызванной подползающей чернотой. — Ты? — Тень? — Ха-ха-ха! А может и так! И что с того? То есть подобное нечто, наконец, достигло ее лица. Проползло мимо носа и заползло в пустую глазницу. Как только оно коснулось его мозга, Кайна ощутила самое сильное чувство во всей жизни. Мощнейшей экстазии и хотелось кричать от удовольствия. Но все, что она могла, был тихий стон. — Неплохо, не правда ли? — спросил голос ухмылкой. — Что ей говорить, я знаю, как облажать даму. А теперь отдай мне это тело. Ну давай, отдай тело, и получишь гораздо больше этих ощущений. Хорошая же сделка! Черный ком начал разрастаться сбоку Кайна. Прямо на глазах он становился длиннее и толще, пока в конце концов не принял форму ее отсутствующей руки. — Я вижу лучше, — подумала она. — Похоже, мой глаз тоже восстановился. Слизь начала обволакивать ее лицо, но она умудрилась сбросить ее. — Прекрати! — прошептала она, удивляясь, как будто к ней вернулся голос. — Прекрати! Черная слизь немного поколебалась, как будто обдумывая ее просьбу, а потом спустилась тело и исчезла в облаке дыма. — Ай, ну какого черта, солнышко? — закричал голос. — Мы же договорились. Я думал, ты хочешь умереть. — Бабушка сказала, нельзя умирать. — Краткое видение, кровавленного, искалеченного бабушкиного тела, фармикануло перед ее глазами. Она увидела тень, что убило ее, услышала ее смехи, тогда закрыла глаза и попыталась прогнать видение. Ее тело тряслось в ярости, когда она снова открыла глаза, они горели ярко-красным огнем. — Эта тварь забрала жизнь моей бабушки. Мне надо убить ее до того, как я умру. Кайна скосила глаза вниз и увидела мистические символы. Символы тени, появляющиеся на ее левой руке. — Да будь опроклята! — весело сказал голос. — Гляди-ка, солнышко, и похоже, мы станем отличными друзьями. Кайна вставилась на ее руку. Чем больше эмоций она испытывала, тем больше символов появлялось на коже. И они начали переходить на все ее тело, в то время как новая рука, похоже, вела себя независимо от тела. — Остановись, надо остановить это! Взяв левую руку вправо, Кайна глубоко вздохнула и попыталась успокоиться. — Да ладно тебе, не сопротивляйся! — замолился голос. — Ненависть, мое любимое блюдо! О, как же я голоден! Плюнь на все, почувствуй злобу! Воспламенись в огнем месте, выжилай кровью, и тогда пойдем отсюда и... Заткнись! Заткнись и пошел нахрен из моего тела! — Твоего тела? Ха-ха! Вот это-то круто загнуло солнышко! Реально круто! Слушай, ну чего бы тебе не сдаться и не сдохнуть прямо тут, а тело достанется мне одному, а? Что скажешь? Да я ручаю, что и твои друзья из Айри будут только рады узнать, что ты отбросила копыта! Кайна схватила валяющийся неподалеку осколок стекла и попыталась срезать пораженную тенью часть ее тела, но прежде чем она смогла хоть что-то сделать, ее темная левая рука схватила и раздавила ее запястье. С хрустом ломающихся костей Кайна завопила и уронила осколок. — Ха-ха-ха! Тупая идиотка! Все, теперь ты одержима, солнышко, и пути назад нет! Глузь вновь засмеялся с подвываниями надолго и как будто не собирался стихать вовсе. — Одержима? — Ну да, одержима ты и я, у нас теперь... Ну, можешь назвать это договоренностью разделения времени. Кстати, помнишь, как люди считали, что ты урод? — Подожди, скоро они тебя узнают во всей твоей красе. Кайна смотрелась со слезами на глазах, небо теперь казалось как-то меньше и темнее. — Это из-за тени? Это вот так вот они видят мир? — Так что, знаешь ли, вся эта фигня с одержанием, конечно, выглядит немного неожиданно, но на самом деле все не так еще и плохо. И тебе оно тоже пойдет на пользу. Я очень мощное создание, солнышко, и теперь моя сила принадлежит тебе. У тебя есть враги? Те, кого ты хочешь убить. Я это легко сделаю. Тут маленькие жердяи, которые постоянно наезжали тебя. Та крутая, здоровенная тень, что стерла в порошок твою бабушку. Мы их затолкаем в их собственные задницы. Никто больше не обидит тебя, солнышко, больше никаких страданий. — Подожди, — сказала Кайна, — ты же тень. Почему ты хочешь помочь мне убить другую тень? Я тебе что, расист какой-то или сноб? На мне похорон кого ты замочишь, ладенькие трусики. Я просто хочу поучаствовать в этом. Кайна обдумывала предложение, пытаясь встать. Мощь тень струилась по ее телу. Дым от ее дома потихоньку уносился ветром, и ее начало нравиться, как ее новая рука, чувствуя легкий вечерний бриз. После долгой паузы голос снова заковырило. — Э-э-э, ну так как? Ну ты и я... Вместе мы можем немного провести время. И слушай, я могу взять всякие кровавые дела полностью на себя, если тебе не очень. Отвали задницу, — пробонватала Кайна. Я сама справлюсь с убийствами. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Гляди какая. О, солнышко, да мы с тобою так повеселимся. В общем, слушай, меня зовут Тиран. Если тебе что-то надо, я где-то здесь, в куске мяса, что ты называешь сердцем. А теперь за тело. Чем больше ты убьешь, тем поганья, злобленнее будет твой сердце. И я люблю погани злобу. Кайна внезапно обнаружила, что соглашается с голосом. — Ну да. Но мы так сойдет. Я найду эту тень и задушу ее собственными кишками. И когда я расправлюсь с ней, то поступлю так же и с тобой, Тиран. Можешь не сомневаться. Ха-ха-ха-ха-ха. Я охеренно сильнее тебя, так что удачи. — Ах да, а вот еще что. Если сейчас мы совместно живем в одном теле, но если в какой-то момент у тебя не достанет ненависть, ну, понимаешь, ты дашь слабину. И вот тогда я забираю себе все полностью. — Так что не прекращай убивать, солнышко, и берегись. Голос постепенно ослабевал и исчезал, пока не стал чем-то слабеньким. Глубоко внутри сознания Кайны. Кайна подождала, чтобы убедиться, что голос ушел, помахала новой левой рукой. — Она чувствовалась совершенно нормальной, — подумала она. — Чувствуется как моя. Она отчаянно пыталась сжать и укалывать в разные места руки, хотя бы найти хоть что-нибудь, что с ней не так. Ей не хотелось, чтобы рука чувствовалась нормальной. Это бы знать, что тварь внутри окончательно победила. — Я не тень, я Кайна. Повторяя эту мантру, она медленно приняла раскапывать руину дома, стараясь не обращать внимания на красные пятна в углу. Ей казалось, что она занималась этим душераздирающим занятием вечность, но в конце концов она нашла то, что искала. Это был венок лунных слез, даже, пройдя сквозь весь этот ад, лепестки были светлые и яркие, как всегда. Кайна одела, одела бы его себе и его на голову, но потом остановилась и уставилась на него. — Мне жаль, бабуль, мне так жаль, но я больше не заслуживаю носить его. Я одержимый, испорченный, я урод. Не боюсь, на этот раз пути назад нет. Прижав цветы к груди, Кайна упала на землю и зарыдала. Ночь постепенно переходила в рассвет, поселенцы Вэри брались за свои ежедневные дела. Кайна все сидела на земле и продолжала плакать, как будто ее слезы могли как-то смыть весь этот кошмар, заразивший ее мир. Вот так вот. Все. Большое спасибо, Астрова Алексея, за перевод. Интересно, а куда мы зончик делим? Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Олег. Испорт читаем. Ну вот, закончили. Хотя мне теперь так не совсем понятно, почему ее считали уроном первоначально. Из-за того, что у нее родители погибли. Я думал, она первоначально как бы с детства была одержима. Поэтому все типа говорили, что она урод. Да. Я, конечно, понаписал текст. Хочется чистить с нами, когда мы не мальчик, не девочка, типа. Ну, тогда у нее, типа, трусы должны быть немножко другой формы. Ну, ладно. Хотя, у роботы... Ну, как они... Ну, откуда у киборгов? Хотя, с учетом того, что они повлиционировали эмоционально до уровня людей. Это почему удивляются, да, наверное. Наверное, из-за этого. Один, с другой стороны, их же создавали для как бы душ. То есть, видимо, это какой-то очень важный трансвестит был. Ну, или гермафродит, да, получается, больше. То есть, если это врожденное все. Скажи, вот так, в одной новелле из Италии. У-у-у. Ким, я управляю. А, и даже бы делали гидат те же самое. Кейдиш и Доллард, да. Это твое, да. Да, слез за луны. Они такие хорошие, как ты вот от твоей бабушки иной пытался. Нет, они великолепны. Спасибо тебе. Кайне, waking from her long, petrified sleep. Нил's unflagging kindness. Our reunion was a happy one. And we let it wash over us like rain. That is, until Devola and Popola had to go and ruin it all. Are you kidding me? You can't be serious. Please, try to understand, people are tired. This is... Ну, вот тут как раз и делок о том, что они их выгоняют. Потому что люди их боятся, поэтому они говорят, что не хотят, чтобы... Эти двое-то завалять в городе. Люди встревожены, даже несмотря на то, что они их спасли. А я все еще играю за Петровича, да? Кайне всегда спала, а почему меня это никогда не трогала? Я не сомневался, да? Я не сомневался в ночной ночи. Для первой раз в жизни, я хранили Девола. Для первой раз в жизни, я хранили Пупла. Но эти ощущения были неизвестные в конце. Они сказали, что они сделали, что они сделали для того, чтобы выгонять в городе. Для защищения их от ужасов от шагов. И в реальности, как я могу обвинять Девола и Пупла? В конце концов, я просто так плохой. Потому что я никогда не остановился, чтобы подумать о Кайне и Эмиле. Ситуация мне сам. Слушай, по-моему, он тут мысли настолько, как бы, более пола не раскрывал. Ну ладно. Я должен обвинять к Кайне и Эмиле. Я должен обвинять к Кайне и Эмиле, но... Что это даже делать? Ну что, ну как бы, как это, что-то вообще изменить? Где? Это? Я так рад, что смогу погрызть тобой Кайне. Да, я тоже. Я попробовал все, что только мог придумать, чтобы спасти тебя. Я полировал тебя специальной тканью. Я поливал тебе теплой водой, я... Эмиле, ты поливал тебе теплой водой? Погоди, ты влевал воду на меня? Да, но это ничего не изменило, кроме того, что ты просто была очень блестящей. Эмиле, спасибо, что спас меня. Я думаю, ты заметил, что я теперь выгляжу по-другому. Прости, Эмиле, я... Прости меня за все. Ну, ты знаешь, я имею в виду, что эта новая форма не так уж и плохая. Ну, по крайней мере, могу смотреть на тебя, когда мы говорим, так? Так, а че... Почему тебе не рассказать что-нибудь о себе? Я не очень интересный, прости. Ну, давай. Я просто хочу тебя знать получше. Прошу. Ладно. Это все случилось тогда, когда я была ребенком. Ну, да. Одержимость утенью. Здравствуйте, это был. Это трап? Возможно. Мое тело было другим. И когда деревенские узнали об этом, они начали... Как сказать, не третировать, а... Ну, заклеймили меня уродкой. Уродом. Скажем так. Но лишь один человек, моя бабушка, приняла такой, как у меня. У меня такой, как у меня есть. Несмотря на то, как все плохо... Как было все плохо, она дала мне... Она... Она... Придала мне силу продолжать. Она очень особенная, да? Да. Да. Ой, это дало мне идею. Если вы уничтожили твою петрификацию, мы должны начать рассмотреть, чтобы уничтожить твою петрификацию и мою тело. Ммм... Коли мы излечили твое окаменение, мы должны начать поиск этого того, как исцелить твою болезнь и... вернуть мое тело. Я знаю, что мы справимся, если будем работать вместе. Да, пффф... Так, смотри, если это будет даже просто-супер просто. Дай-ка догадайся. Больше теплой воды? Хорошо, мы можем просто забыть о том, что я тебе это говорил. Мне, с другой стороны, интересно, а чем помешало вообще в целом просто мне это как бы вот с одного раза показать? О, я опять за Петровича Грэви? Короче, успел? Ммм... Что это может быть? Это маму. Я не слышал тебе много говорить о твоей маме. Она получила красный скрол и умерла когда я был маленький. Мои извиняюсь, что это привлекло. Это все, что я не могу больше не помнить ее лицо. Это единственное, что у меня осталось. Возвращение это помогает мне вспомнить, когда мы еще были в семье. Я понимаю. И куда ты меня перенесешь? Ты не слышишь меня? Угу. Почему ты стоишь вокруг, как сладко-чужая ниньи? Извините. Счастливая, как я мечтаю или что-то. А, спать на ногах – это очень талант, действительно. Пойдемте, там есть дверь. Правильно. Пойдем. Эмм... Почему я встал внезапно? Поставь beyond this point, you will be able to save until a battle is over. Эээ... Эээ... Yes? Да, вот что внезапно Дневник Матери творит. Да... Я понял что это такое. Они сюда засунули... Эээ... Эээ... Ээээ... Они сюда засунули Нир... Эээ... другие штальт гештальт то есть это отец из нир гештальт и локация тоже как бы сделано под кара боксовскую версию витян такая зеленоватая как раз такой стиль был а понял ну слушайте босса поинтереснее стали они хотя бы у меня урон наносил куда может даже прикольно играет но какой-то не нировский надо же так и не могу сюда а вот нифига себе короче я понял что это такое это босс раш на 15 этажей то есть это 15 бы супер боевых локаций усложненных с с боссами танцуем но графонии конечно боже мой почему почему глазом так больно ладно давай убей меня мы сразу конечно весело но не тогда когда глазика вот настолько больно если к старой графа не был такой тот реально можно глазики могут могут вытечь дневник блин матери сантин афи 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 играли на маленьких телеках ну может быть да может из-за этого так голосом больно тебе семена я не хочу заниматься садоводством я все тоже делала и разуме до какого момента тут будет все то же самое тот же самый диалог да да кроме которым мы нашли да тут за ключи да да но пять ключей да да где книг найти все отлично спасибо сейчас мы кстати по идее должен понимать что что тени говорят по идее хотя мы должны были понимать что тогда значки значит над головами подвал потому что нам говорили там просто просто подвал просто подвал с очень мощными стенами теперь-то главный по каналам о пустя ну болен в автомате как-то это поинтереснее было сделано второе прохождение там ходим за мной на с удовольствием играть даже если персонаж тут же самое погоди она сейчас же квест лошайна должен идти начал лошайна потом уже по этим по всем остальным причем о у в и 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 нет и будет очень хорошо если прям сразу до концевки выкинет а ганзель ганзель гензель верю уходите уходите ммм грязные дефицит гганзель гензель верю дефективные свиньи не такой как вы и другой бэн почему вот я не знаю ладно хрен с тобой ёкатара же ну да моего брата по сути убери это понимаю или друга или даже любовника играешь прогрессивно чем нет то дыши пони интересно тебе бесконечная лестница это отсылка к мгс или или что хотя наверное из за за лестницами скрывалась загрузка локации думаю в крайне мере раньше снова ты пойдет беспокоить меня гримора вайса забрали канцель гензель мертв для меня нет больше смысла существовать на жизнь окончена составьте меня одного что я эй чек сайт саншайн ипай но как теперь мы слышим мысли тирана потрясающе первое место видимого вместо вайса который будет там жужжать в ухо и говорит о том что мы сосиска теперь мы будем слышать как тиран в ухо кайны жужжет вне соответствующая звучала кстати у меня такие типажи более более всего просто даются с учетом добра голоса плюс я всегда тянул озвучивать таких вот полус полу таких найти психанутых персонажей аля такой знаете джокер на стероидах их и маленьких восьмилетних девочек вот это прям прям моя тема восьмилетние девочки мать фбр open up еще кугл да спасибо маленьких девочек чё пальцем нет просто маленьких с маленькими девочек интересно конечно сливаться в целом то есть ты хочешь сказать что метод места хватит для того чтобы вниз утянуть но не смеши меня так господа нужна помощь зала вам помогите еще и дужки утянуть этот камень видимо куда-то сюда потому что вы дальше может надо может быть отлично и жить эти поток нами давненько уже не слышно хотя были на счете в зима же было холодно маленькой не за эти холодной зимой поверните поверните а ей кусается гравитация бессердечно этой твари еще ящик на месте да еще ящик бы на месте вернули было вообще офигенно ну чтобы зараза сделать эти вот нормальные перила знаете как вот это а ну то теперь теней здесь нет они такие да это зашел ну тебя нахрен и больше не появляется ну 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 на чтобы крюкосе щеками то еще извращению отбивая фото за это за я блин я даже и мы блин по-драконски петь долгин долгин налог зиму сфорим водой волку базара каствол а вот я че-то как-то подпевать не умею когда я забыл а 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 Играет музыка. Ооо, ну ты прям попаданец. Кстати, новость сейчас будет слова вставить. Мы их надавали. Эть! Ну да, но после дворца, видимо, научился лучше сражаться. Потому что когда-то этот бой для меня был прям проблемой. Так, Янвел Санрайз. Ну, нормально. Так, Dark Blast. Гард резистан. Нет, лучше физикал резистан. Мне больше нравится физикал резистан. Чем гард резистан. Ну, как-то так. Ну ты уже прокачиваем сюда пришел. Так, блин, а чем я прокачался? У меня плюс левел был. Ну, от силы и все. Вот и вся прокачка. Гальца в ту сторону, а ящики все равно убирать надо полностью. У меня-то еще среди назволило. Абонул, воспрятал вас все потому, что гешталь был запущен до того, как все последние изменения были внесены. даже после всего этого этому я могу понять тебя это мы можем говорить как равное где-то делать не очень счастливым я очень надеюсь что можно потратить остаток наших жизней это что такое cani and look from now on i'm going to sleep outside with you why i can't accept that you aren't allowed in the village ну тут он говорит что теперь будет спать вместе с ними вне деревни спидрунерские тактики мм интересно сколько они бронированные но медико карп не бога да блин как они задолбали прыгать туда-сюда я кончились гады они еще не осталось но вытекай его вот так вот фу это интересно если он тусовался здесь какой черт он где-то в другом месте появился а теперь кстати понятно почему тут маленькие тени нарисовали сколько у него так у меня старышка псу лично теперь диалоги начат появляться но не те кто спасли мир а теперь вам дело года не видно потрясающе эти эти диалоги то не озвучено как раз таки давайте это вычетать хотя блин значит что Ха-ха-ха! Ох, ты смотришь! Я начинаю плачать здесь! Эти маленькие башни просто продолжают идти! Защитник восьмидесятого уровня! Ох, ты смотришь! Я началась за структуру и с пути! Я не буду, ты смотришь! Угу Они как бы новый мувсет им что ли сделали В новой концовке Мои друзья Это мои друзья Ха 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 Это один стабильный сын У меня с другой стороны интересно А то есть гештальтов создавали под Ну я так подозреваю что они не под Прям не под всех людей То есть про каких то особенных людей Ну так более менее То есть это блин это был какой то легендарный маяк Убийца что ли что под него Гештальт создавали Что из него даже душу вытащить умудрились Или он так обезумно с годами Ну я про тирана имею ввиду Угу 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 а а а а а а и вот Как-то часть диалога закрывается. И мы все равно ничего не понимаем, да? Ну, любой ничего не сказал. Я боюсь, что есть не то, что мы можем сделать для нее. Нет! Кайне! Что происходит? Ха-ха-ха-ха! Все закончено для тебя, Солнечка! Кайне! 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 Это Кайне! 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 Это время уничтожения или уничтожения! Я тебя всех! Мил! Нифига себе! Барьер! Стоп, Кайне, от действия! Сорегинилась в очередь! Иди сюда! Ох, нифига, конечно, барьер пожирает ману! Фу, бля... О, боже... Интересно, как с учетом, что мы ее затыкали, она снова стала собой? Здравствуйте, Гис... Кси... Хиддингс... О, тяжелоник... Иран сам заходил в базу, где ее держали, Эмиля под пытками выбила все о плане Гешталь, потом подменил свою личность и вписался с другого человека. Класс! Я... Я... Я не смогла задержать его... Я не могу быть... Да, мы будем вместе, Кайна, да, да, мы снова тебя выбьем, да... Все тот же делок... Теперь в нем чуть больше смысла. Я не могу... Да, я не могу... Я не могу... Я не могу... Ну, короче, нашли первую часть Кульча, сейчас у нас... Сейчас на свалку пойдем, потом шепчешь и лес, потом снова на свалку... Ну, это интересно, зачем она нам это рассказывает? То есть, если ее задача как раз не допустить того, что произойдет дальше... А, извини, да, извини, извини... Если ее задача не допустить того, что произошло дальше, зачем она помогает нам в целом? Ну, да... Идем на свалку... То есть, мотивы devil и популы для меня остаются как-то немножко... Странными... Ну, или как-то непродуманными... То есть, няньки, которые обязаны защищать, в принципе, человечество... Говорят, если человечество через теневого короля почему-то... Ну, помогает нам проникнуть в логово теневого короля... Так, ладно, промазал... Ну, ладно, еще не дадут... На все концовки смотреть не будем, не только айба, я не хочу гранить на остальное... Тем более, говорят, что только как бы а и б концовка имеет смысл, а остальные там добавляется какая-то консцена просто в конце и все... То есть, остальные концовки не стоят того времени, который ты на них тратишь... То есть, а и б еще стоят... Ну, как бы, а это основная и б это как бы второстепенная... Я понимаю, что ты доставил видишь теневого нужно, но, блин, а как-то, может, по-другому это можно сделать... Ну, я не знаю, например, как-то сказать, вот смотри, 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 что это там... И такая сзади подкрасться, я не знаю, там, хлороформу какого-то андроидского к нему приложить или что-то вроде этого... Нет, я понял, что он свое тело ждал, но вы хотите сказать, что он по поле Девеле приказал притащить свое тело сюда? Так открыл бы дверь тогда сам! Черт, подери, куда оно делось? Взять их! Не дайте им сбежать! Мы умрем, мама? Ммм... Мне кажется, я видел их где-то там... Почти вырос... Мне тоже непонятно, ну, ладно... Должен сейчас бежать, ты это понял? А что насчет тебя? Я отвлеку их и дам тебе время сбежать! Нет, я не могу оставить тебя! Будь в безопасности у тебя моя! Будь в безопасности и счастлив! Обещай мне, что будешь помнить свою мать! Мама, подожди, подожди, давай лучше пойдем вместе, мама! Вот, вот она, вот она! Мама, нет, не покидай меня! Мама, нет, нет! Мама, нет! Мама, нет! Мама, нет! Мама, нет! Мама, нет! То есть, всё-таки не до конца они сознание теряют? То есть, тени это те, кто не спит в данный момент, те, кто, видимо, изменился у души человека, людей которые изменились и немножко сошли с ума. Ну, видимо, не до конца, я смотрю. кто-то ты кто меня зовут колею как тебе мои военные робот защит робот защитник модель p33 и нарушители тебя следует остранить ошибка что-то течет из твоих глаз я плачу и тупой робот я тебе скучаю по матери что значит плакать и что такое мать теперь не имеет никакого значения и теперь не увижу и никогда потому что она умерла мы создатели тоже мертвы они исчезли сотни лет назад сотни лет назад да зашел кто нет в том же смысл в чем в том что души вытащили засунули их ну типа в сон отчасти вот ну как бы тела убили ну тела умерли со временем и соединили эти души как каждая душа получила по киборгу ну по гештальту по андроиду и была связана с ними то есть и когда пойдет сигнал о том что наконец-то можно влиться то есть пришло время армия ну армия уничтожен армия армия уничтожена и болезнь исчезла за тысячи лет теневой король при помощи гримуаров подать сигнал в том что можно соединяться и они тогда сольются некоторые из них с ума сошли вроде как и поэтому вроде как появились тени то есть тени как таковых быть не должно стене это те люди кто куку куку и поехал и бейкину к у меня нет возможности быть одиноким или не знаю скучать по другим или плакать я плачу потому что не хочу умирать ты умрешь люди поймали меня а если ли поймать меня не убит меня ты будешь что такое гештальт а гештальт это разве не тот робот который как бы сосудом является были термина пенсии перепутал видимо все забыл почему они должны убить тебя я не позволю людям убить калилы военный робот охранник пи-33 будет защищать тебе ты поможешь мне основная цель пи-33 это защищать других и 33 будет защищать калила ура спасибо робот и коли мы друзья теперь я буду звать тебя бипи начал концовка не все прям расширяет инфо персонажи да и тиране можно узнать но города гриндово сидим и тогда я не хочет обработать начали юз там сильно не хочется check this out it looks brand-new hey be careful all right this place is dangerous i'll be fine о н в в в в Джейкоб? О, Господи, это не может случиться! Джейкоб! Джейкоб! Тут новый сюжет они покажут, да? Это, конечно, кошмарный момент. Казалось бы, причем тут робот? Ну, хотя, понятно, почему, психоз же. Ой, это было страшно. Шум, который издавали нарушители, повлек за собой структурное обрушение. Они должны были вести себя осторожны. Один нарушитель стёрт. О, это ужасно. Я не думаю, что они пришли сюда, ну, гоняться за мной. Они выглядели довольно милыми. Что плита на портон, державшись на тонкой трубе. Ну... Скажем так, это вполне себе реальная херня. Они могут знать что-то об этом. О, ой. Он мне тоже как-то мечтать, да? Нет. Нет. Я просто... Я... А, у меня тоже Айрель Йолдес, да? Да. Я только... как я могу способствовать меня. Ты все любишь. Ск Sick 95 Coordinating Game Тр Yep criminals 商inc Декументы нет как раз запись создание военных документов может другое оружие лучше только особо нечего улучшать я как бы только стандарься ухожу ну как она мне по скорости нравится по мувседу в целом это шеем оба пеал дала да спасать шанс лаки венту а дендер серия секи до бизнес интересно смогу сейчас прямо и квест пацанчика сделать и тени уничтожить для меня не пустят дальше нет другие копья да не может и лучше будет чисто физическом плане но тут у меня комбинация улучшения именно и магических атаки физических ну тут были насти пацан сам бы признался себе в том что он виноват в том что он из-за него погиб брат хотя возможно даже не видел что это из-за него он погиб не обратил не обратил внимание что он задел трубу хую он наверно кукуха поехал гастрон кстати тоже интересно откуда у тирана такие силы магические гастрон а гастрон а гастрон а гастрон а гастрон Главное, в дырку не упасть Да, блин, бои в другую сторону Господи, чуть в дырку не упал Эх, да Что-то, конечно, янтаря падает Хватит дырку одной тоже падать, господи Или я начну всем рассказывать про холодную историю О том, что такое безумие, блин Ну, тут наводка по не ящикам идет, а по противнику Есть какая-нибудь спирит дробь, да, максимум? Ну, что, робота довольно сильно бьет Удивление Ай-яй-яй Взрыв Ой, блин, ой, молодец Прям подрывом стоял Да, все-таки в автомате Воздушные бои были куда-то как интереснее, если честно Ну, не знаю То есть Там, по крайней мере, тубили, най-нэс Могли прям в воздухе довольно долго держаться И держать себя, и противника То есть это, как бы, один из самых ключевых моментов Любого бит-эн-мапа Чем, на самом деле, влияет в целом мир Чисто гейплейно Хотя, с другой стороны, блин, разница между играми Сколько там лет То есть если мир вышел где-то, получается, в десятом году Ну, при... да Да, вроде в десятом году Ну, вроде бы Ну, там это где-то в тысячи девятнадцатом Нет, тут разница Немало Для вооружения, словно, облачную защиту Можно, но опыт всегда лучше Вот это больше КП, больше атаки, больше защиты И нет штрафа, как бы, за разницу между уровнями Так, давай Потому что нельзя быть хитрый такой, да? Так, давай, Сезон, откройся Хватай штуку, хватай штуку твою налево так ты блин тайминги просто вниз интересно третью часть они сделают или нет или все уже как бы на самом деле куда еще блин сюжет двигать до тысячи еще такого можно раскрыть в идеях что можно добавить целом интересного в мир в котором как бы ну нет уже интриги то есть как бы люди которые играют просто части так уже все знают только если также перезапускать серию как дракенгардом то есть из одной вселенной как-то перейти в другую просто сделать отсылки да я встану я ночь легко сделать и прошло неправду боли ну как то прошло неправды как усе это представляете сказать за свалить у нас тут было две игры с активительным сюжетом который именно любили здесь уже кричит забудьте это все было сном собаки на самом деле то есть этого не было все забудьте ну че там так передаку всех бомбаню и и а что по трусами to be я думаю есть немало фанфи ну фан видео которые в принципе показывают что там в принципе можно и по трусами to be блин сошел вон с этой фиговина нормально и же кстати тем более раздеваемой к эти миниатюрки которые по файл по тому же файл фэнтези например подают и покупку куколки для взрослых он будет за за 35000 1 стоит немало так зато и можно раздеть полностью то есть там все прям все нарисовано все красивенько за кого такую фигуру не очень дорого я на улице на сантиметров такая типа не маленькая так я хоть правильно еду предположим что да и в другую сторону вы нет спасибо прям даже же почувствую что здесь будет поделаться для того что можно было стирать одежду не для всяких познаний особенностей тонн гиреи нет там именно же ради именно всяких грязных познаний об особенностях анатомия героини потому как они там ее раздевали принципе там просто все это как сказать прорисована все что надо анатомически правильно сделанная фигурка у меня чего то не осталось мама купит а буду белу геевичу Да я думаю, знаете, будет Барби купить и её хэндмейдом доделать Робот, блин, вампиры ждут приглашения, чтобы войти Молодец Как не в ту сторону воеешь Ой Сейчас больно не подставится довольно сильно, потому что махилов довольно мало А противники хоть и не очень жирные, но бьют довольно больно Мы не туда пришли, что ли? Журди босс должен быть. Барьер установить, отлично. Дизайн, конечно, роботов, из-за разряда роботов-электроников вот этих вот, блин. Да люди в будущем были, как бы не было у них нормальных дизайнеров, то ли че. А, гос раш, понимаю. Ни хил огнеда тут, да? Гадские гады. Так, уворачиваемся. Барьер сейчас падет. Опа. Вы хотите что, они избили активацию барьера? Беги себе. Спасибо, Эмиль. Очень вовремя. Хм. А разве выхода не здесь был? Вроде здесь. А, вон глубины. Ай, кто-то пипец слепошарый. Роботов-электроник. Ну, я говорю, я где-то видел такой, блин. А у меня в детстве из игрушек был только компьютер. У меня больше ничего не покупали. О, компьютеры лего. Беги себе. Ну, короче, там же Лего идёт по, скажем так, блин, по этим, по... Короче, на Лего нарисовано, типа, вот из этого набора вы можете построить дом. Там дом с двориком и всякую херню, типа, по наборам. В итоге я умудрился из того набора, который у меня был, собрать команду автоботов против десептиконов и вот... Под слова «Автоботы трансформируемся» я... Быстро-быстро пересобрял его в какие-нибудь санки. Эй, весело было. Я вот 30 Лего хочу уловить. На самом деле, мне сейчас Лего в основном как раз для больших денег-то и делают. Потом мне, помнится, подарили ещё один набор Лего, то есть у меня было два набора Лего. В итоге я их смешал. То есть там была сначала космическая станция, то есть первая была, типа, домик. А вторая космическая станция. В итоге я собрал домик, собрал космическую станцию, потом плюнуло всё, ты смешал их снова и снова начал херню с трансформером творить. Вот, потому что трансформер веселее, чем космическая станция, естественно. Кому она нахрен нужна? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, ты такие, смотри, ты сюда пришёл, да? Ну, короче, всё, забыли. Можешь уходить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обычно, наверное, хотя программируемый эскалатор. Липхер тоже очень ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вроде видел ламбу когда-то, когда они уходили эти киборги. То есть мне чисто технологически понравилось, но они как столик, как конь просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Говорит, мы должны пойти вместе наверх и посмотреть на этот мир. Ну, и потому что мы друзья. Правильно, да, мы будем друзьями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это, типа, одноразовый лифт снизу-вверх, а сверху-вниз нею. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подождём. Пойдём в лес. Интересно, как ещё они в лес засунут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, чё, нормально, одноразовая повестка сверху-вниз. Незабываемое ощущение на всю жизнь. Незабываемое ощущение на всю оставшуюся короткую жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да и кто всё ещё думает, что в лифте можно подпрыгнуть самую последнюю секунду и выжать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы будете неправы. Оказывается, это не работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, последнюю одежду, блин, зараза, отняли. Грёбаные эти мифбастеры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА